Сегодня оседает основная часть студентов в приграничных областях. Это Воронежская область, Белгородская область. На вузы этих областей как раз пришлась максимальная нагрузка. Также знаем, что сегодня до Екатеринбурга доехали уже беженцы и есть там обращения. Педагогические вузы страны на связи. Пока студентов, которых из-за русофобских настроений отчислили из учебных заведений Западной Европы и желающих учиться в нашем университете нет. Как, впрочем, и беженцев. Но принять всех здесь готовы, говорит проректор. Уже получили письма от учредителя и Министерства науки и высшего образования. Ждем, когда наш региональный орган исполнительной власти, если такие обращения будут, зафиксируют и направят. Также мы сделали это непосредственно на нашем сайте, такую информацию подготовили для ребят. Мы описали те программы, на которые мы готовы взять, в том числе с количеством бюджетных мест. Под этих ребят также мы, соответственно, продумали места в общежитии. Правда, на тех специальностях, где бюджетных мест просто нет, учиться придется платно. В Педе это лингвистика и туризм. Заняты и все бюджетные места у первокурсников. Та же история в техническом вузе. Принять беженцев и студентов из-за границы готовы уже сейчас. Бюджетные места также по возможности. С технической стороной вопросов возникнуть не должно. Должно быть, как минимум, заявление от этого студента. Дальше он должен указать, ну, если есть возможность, то дать нам те дисциплины, информацию о тех изученных дисциплинах, которые уже у него есть, тем, чтобы мы пересчитали разницу в учебных планах и приняли. Мы давно работаем вообще с переводом студентов. Я не думаю, что здесь будет какая-то особая другая процедура. В политехе с такими студентами готовы работать и в дистанционном режиме. А в ПЕДе для них смогут составить по необходимости индивидуальный план, чтобы закрыть, к примеру, дисциплины, которых нет в вузе. Как там стало известно, принять студентов-беженцев готовы и в классическом университете. Здесь даже открыли горячую линию по вопросам перевода. Телефон на экране. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Телефон на экране.